Цезарь. Крестовые походы. Бородино. Всё это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чём учёные обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для учёных, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. А в гостях у нас сегодня доктор исторических наук, профессор РГГУ, ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Сергей Георгиевич Карпюк. Доброе утро. Помогать нам будет по традиции Анна Иванова, магистрант РГГУ. Доброе утро. Сегодня мы продолжим цикл наших историографических программ о том, как жила... Будем рассказывать в очередной раз о том, как жила историческая наука в Советском Союзе. Не буду говорить так узко, в нашей стране. И сегодня мы подошли к замечательному совершенно эпизоду, очень интересному, драматичному эпизоду после завершения Великой Отечественной войны, когда наступил очередной такой перелом. Ну, собственно, мы это обсудим, был перелом или нет. Но в любом случае сегодня, мне кажется, станет ясно, мне часто задают вопрос, почему программа называется «Родина слонов». Вот именно тогда в Советском Союзе появился этот анекдот про Советский Союз «Родина слонов», Советский Союз «Родина радио» и так далее, когда мы пытались во всем доминировать. Давайте так. После завершения Великой Отечественной войны, казалось бы, все должно было наладиться, и жизнь должна была стать проще, легче и богаче. Так ли это стало для ученых, для историков, Сергей Георгиевич? Да, всем казалось, что жизнь наладится, но и она стала налаживаться, действительно. И первые послевоенные годы, вот первые два года после войны, они были довольно светлыми, и с точки зрения исторической науки тоже. Потом наступил перелом. Ну, поэтому вот для историко-науки изучение именно этого периода довольно сложно. И первая причина, ну, как ни странно, та, что тема эта довольно затоптанная и трудно внести что-то новое. Одно перечисление солидных работ, посвященных советским историкам в послевоинную эпоху, займет время. Это книга Дубровского, Сидорова, Юрганова, Дружинина, Тихонова, Омская историографическая школа. Это связано, прежде всего, с тем, что сохранились очень интересные документы, стенограммы дискуссии. Историки эмоционально обвиняли друг друга во всех смертных грехах во время этих идеологических кампаний, что впоследствии привело к войне памяти. Ну, когда мемористы уже в конце 20-го, начале 21-го века в наше время по-разному оценивали события этой эпохи. И это перекинулось на учеников. Ученые того поколения ушли, но это перекинулось на учеников. Ну, тем более, да, это такое, как вы говорили, это произошло недавно. И, в общем, ныне действующие ученые, многие знают тех людей, знакомостями, людьми, которые активно действовали в ту пору. Да, ну, действительно, на эту эпоху очень трудно смотреть состранением. Послевоенная эпоха достаточно близка к нам. Я бы назвал ее рукопожатной. Очень многие исследователи, безусловно, сталкивались с людьми, ну, хорошо их знали, игравшими активную роль в перипетиях тех лет. Да и сам я, кстати, испытал сильное потрясение, ну, когда меня в Оксфорде, ну, четверть века назад, познакомили с знаменитым политическим философом, сэром Исаией Берлином. Тем самым, ну, который имел близкое знакомство с Анной Ахматовой в 45-м году, что косвело нашло отражение в знаменитой речи Жданова 46-го года по поводу журналов «Звезда» и «Ленинград». То есть я как бы прикоснулся через него к Серебряному веку, ну, к этой эпохе. Ну, поэтому я постараюсь дать некий общий обзор и сконцентрироваться на некоторых документах, которые, ну, кажутся мне самыми существенными. Это на дискуссиях в самом Институте истории. И я буду также привлекать отражение вот этих, ну, компаний на страницах Вестника Древней Истории. Ну, казалось бы, Древняя История далека, но она оказалась не очень далека. Напоминаю вам, что журнал «Прошлое» — это абсолютно независимый проект. Мы существуем на самоокупаемости. Нам каждый день приходится бороться за существование наших проектов. Если вы хотите поддержать нас в этой борьбе, вы можете стать подписчиком журнала, перейдя по ссылке в описании. Всех людей, которые нам помогают, мы упоминаем в конце наших роликов. А благодаря нашему секретному чату, вы сможете заранее узнавать о темах, которые готовятся к эфиру, и задавать вопросы нашим героям. Спасибо вам за вашу поддержку. Ну, смотрите, давайте обозначим, как бы, главную, что называется, драматическую линию. Почему так любят историки, историографы, точнее, писать и обсуждать эту эпоху, и в чем там, собственно, драматизм? Мы говорили о том, что во время войны в Советском Союзе историки стали более-менее свободны. То есть, как бы, идеологические вожжи были отпущены, и все могли совершенно спокойно заниматься исследованиями, без какой-то оглядки на пропагандистскую, идеологическую борьбу. Ну, не совсем так. С оглядкой на, скажем, на краткий экскурс истории ВКПБ. Который сдавал рамки, и можно было ритуально исполнять вот эти формулы и спокойно работать. Что случилось после войны? После войны случилось то, что... Вот мы же говорили об историзме сознания наших вождей. Вот вы помните, что Сталин оперировал к Римской империи. Но он же знал также и о восстании декабристов, как вы понимаете. Знакомство массы советских людей с жизнью и бытом зарубежных стран безусловно должно было и оказало влияние на такую идеологическую атмосферу. Власть этого боялась. Власть этого боялась. И были большие ожидания, что народ-победитель вот заживет свободнее и лучше. Значит, и как будто бы вначале это было так. И вот, ну, это видно, я уже говорил, я там на страницах Вестника Древней Истории, первые послевоенные номера 46-47 года. Если сбросить передовые статьи, хотя и в западных журналах были передовые статьи, в том же Journal of Hellenic Studies, то, в принципе, это нормальный научный журнал. В общем, где ссылки на основоположников только в обведении, а так идет... Перепечатывали статьи американских ученых, ну, переводили, издавали в Вестнике Древней Истории. Так что, ну, это все было нормально. Но, значит, пошли постановления вот эти партии и правительства. Сначала они историков не касались. Вот о журналах «Звезда и Ленинград», это коснулось писателей, вот Зощенко Ахматова и прочее, о кинофильме «Большая жизнь». Их основной смысл сводился к повышению эффективности идеологической работы. Значит, эти постановления и вся деятельность вот этих органов стремилась противостоять усеявшемуся в исторической науке стремлению к объективности. Вот. И стал подчеркивать, что это буржуазная объективность. Был специальный выпуск такой пропагандистской газеты ежедекадной «Культура и жизнь». Вот ее спецвыпуск от 30 ноября 1947 года был посвящен исторической науке, в том числе работе Института истории Академии наук. А Института истории Академии наук в то время был центральным научным учреждением в области истории, и на него ориентировалась, безусловно, вся страна. Огромное воздействие на науку оказало дело КАЭР, знаменитое дело Клюева-Роскина. В общем, далекое дело от истории. Там передача аппарата против саркома американцам, там целая история. — Ну, можно вкратце рассказать, что там это были два исследователя-медики, да, по-моему? — Да, два исследователя. — Которые разработали вроде бы как лекарства против рака, начали сотрудничать с американцами, хотели опубликовать книгу там в Америке и передали этот, собственно, препаратный исследователь. — Да, и причем они передали это не по своей инициативе, это было одобрено. — Да, все согласовано. — Академик-секретарь Парин, ну, передал это американцам, и тут оказалось, что Сталин сказал нет, что это предательство Родины, и Парина только чудом не расстреляли, потому что, ну, тогда отменили расстрел, и он получил 25 лет. Вот, а были созданы так называемые суды чести, и Клюев Роскина, вот, ну, первый суд чести, или один из первых, был, значит, ну, 5-7 июня 1947 года в клубе Совмина на Берсеньевской набережной, это кинотеатр «Ударник» нынешний. И вот, значит, их цель — показать вред низкопоклонства перед Западом. Вот этот термин, появляется термин низкопоклонства. И, конечно, это все распространяется на науку, значит, и появляется специальное постановление Политбюро ЦК ВКПБ. Постановление Политбюро ЦК ВКПБ от 16 июня 1947 года о журналах Академии наук СССР, издающихся на иностранных языках. ЦК ВКПБ отмечает, что издание советских научных журналов на иностранных языках наносит ущерб интересам советского государства, предоставляет органам иностранных разведок в готовом виде результаты достижений советской науки. Издание Академии наук СССР на иностранных языках в то время, когда ни одна страна не издает научных журналов на русском языке, роняет достоинства Советского Союза и не отвечает за дачи воспитания ученых в духе советского патриотизма. Ввиду того, ЦК ВКПБ постановляет прекратить с июля сего года дальнейшее издание журналов Академии наук на иностранных языках. Доклады Академии наук СССР, физико-химический журнал и журнал по физике. — Я так понимаю, это сработало не только на этих журналах? — Нет, конечно. — Страдал и ВДИ тот же самый. — Да, вестник древней истории, который имел подзаголовок на французском языке и печатал резюме на французском языке. Второй номер еще вышел, второй номер 47-го года еще вышел до постановления с подзаголовком. А третий номер уже все, это было все снято. Историки вот очень, ну, четко по этому источнику можно проследить. Там в 46-м году, я не помню, в одном номере еще слово «Родина» с маленькой буквы, а в следующем уже с большой буквы. Все, это все, понимаете, постановление, есть постановление. И позже, уже в 48-м году Сталин сформулировал свою точку зрения на науку, которую высказывал и раньше. Идея об интернационализации науки — это шпионская идея. Клюевых и Роскиных надо бить. Вот так. — Причем мне интересно, как, что называется, под раздачу попали историки. Потому что я понимаю, интернационализация науки — это очень плохо. Там, когда мы говорим про физику, в тот момент, когда начинается ядерная гонка, это другие какие-то отрасли, которые могут иметь выход в прикладную сферу. Но история-то тут при чем, казалось бы? — Ну, под раздачу попали все, кстати, кроме физиков. Потому что, когда пытались устроить такую компанию среди физиков, то они обратились к Берии и сказали, что это помешает атомному проекту. — Угу. — И все. — Даже так? — Да. — Сказал бы все наоборот. — Да, да, да. Потому что, ну как же, тут нужно было бомбу делать. А история, понимаете, вещь такая идеологическая. Поэтому историков, ну, конечно, попало больше. И, ну, в общем, тут ситуацию очень хорошо отражают. Очень мало сохранилось записок и дневников, крайне редко. Потому что люди боялись писать об этом. Вот, знаменитый ученый, о котором мы будем говорить еще, Соломон Яковлевич Лурье, он пытался часть своего дневника писать на силабо-кипрском слоговом письмом. Он понимал, что это никто не прочитает. Ну, вот разве Анна у нас прочитать может? Вот, ну, значит, ну, вообще-то, ну, сохранились записки Ольги Михайловны Фрейденберг, зав. кафедры классической филологии Ленинградского университета. Вот цитата из них. Зима 1947-48 года. Затем нас секретно инструктировали, что иностранной литературой нужно пользоваться только отрицательно. Разоблачать, полемизировать и так далее. Я, наверное, сегодня не прекращу улыбаться весь эфир, потому что, ну, настолько актуальной программы у нас не было, наверное, ни разу. Будет еще более актуальной, если вы хотите. Древняя история, поразительно актуальная наука. Вы будете смеяться или там удивляться, но до поисков русского следа на выборах Трампа за 4-5 лет в американской науке огромная дискуссия о том, был ли знаменитый американский историк древности Мозес Финдли советским агентом или нет. Так что, если хотите, то это тоже очень интересно. Ладно, давайте вернемся тогда уже, собственно, к фактуре. Как отреагировали, собственно, что нужно было делать? То есть вот мы конкретно, да, понимаем, что космополитизм это плохо, низкопоклонство перед Западом плохо, иностранная литература и достижения, ну, то есть, историков лучше не упоминать и не использовать в своих работах. А вот конкретно, что происходило в институтах, как поменялась работа и какие меры предпринимались? Как это выглядело в реальной жизни? Вы знаете, значит, есть такой документ стенограммы заседания ученого совета, один из самых интересных документов. В сталинское время они велись очень аккуратно, и там иногда докладчики правили, ну, правили свои выступления и подписывались. Поэтому это, ну, хороший источник, и есть вот в Институте истории Академии наук в марте 49-го года прошла такая мартовская сессия против, ну, космополитизма. Три дня заседали. 24, 25 и 28 марта. Почему-то в трудах исследователей 24-го, 25-го, 26-го, нет, они с перерывом. Три дня заседали и громили, ну, космополитов. Значит, и вот этот документ один из наиболее исследованных вообще, ну, в советской историографии. Там, когда приходишь в архив, то там смотришь число исследователей, ну, которые смотрели этот документ, десятки. Он очень яркий. Кстати, если уже речь зашла об архиве, хотел бы поблагодарить сотрудников архива Российской Академии наук за их такую повседневную работу. И только благодаря им это все, ну, возможно. Спасибо. Вот. И вот эта, ну, сессия дает представление о том, что творилось в Институте. Как громили, ну, космополитов, но при этом нужно смотреть не только на эту сессию, на протоколы, на документы, но и то, что вокруг. И вот получается так, что, ну, с одной стороны, вот этот идет разгром, ну, космополитов. По сути, ну, антисемитская компания эта, в общем, не очень скрывалась. А с другой стороны, рядом лист подшит... Ну, даже имя, отчество, главные жертвы, Соломон Яковлевич Лурье. Лурье Минц, да. Протокол номер пять заседания ученого совета того же Института истории 14 марта 49-го года. Утвердить ЗАГ Лазаря Абрамовича в ученой степени, ну, кандидата исторических наук. «Диссертация Англии. Германская проблема в 1812-13 годах». То есть не нужно, нужно понимать, что было ритуальное поведение, а была жизнь, которая, ну, не то, что она зависела от этого ритуального поведения, безусловно, но она к нему все-таки не сводилась. И когда вот мы будем смотреть это, слушать эти синаграммы, то это нужно, ну, понимать. Ну, то есть вы имеете в виду, что на этих заседаниях, кроме вот этих вот бичующих выступлений, еще были нормальные какие-то там, жизнь, да, и шла? Нет, на этих заседаниях нет. Эти заседания — это ритуал. Ритуал на очищение, изгнание скверны, как угодно. Ну, кроме них была же жизнь, кроме них, понимаете. Вот. А чтобы показать, ну, что говорили на заседаниях, вот, например, ну, то, что он говорил, ну, академик Греков, директор Института истории. Ранее институт «Наш справедливо» считался одним из очень неплохих институтов академии. Сейчас мы стоим перед фактом иного порядка. Мы выпускаем книги, явно порочные в смысле метода, печатаем статьи, страдающие аполитичностью и буржуазным объективизмом, в то время, когда партии и правительство требуют от нас остроты внимания, яркой борьбы с буржуазной идеологией, безжалостного разоблачения всякой фальсификации истории. Вот это то, что вынужден был говорить директор Института. Причем это довольно мягко. Он старался как бы защищать своих сотрудников. Он занимался нуфеодализмом и был такой директор нуфеодал. Нуфеодалы должны ведь как-то защищать своих подданных. Известно, что он ездил в Ленинград и пытался не допустить увольнения неугодных людей. Значит, и на этих заседаниях очень важен был вопрос о бдительности. Вот есть такая блестящая цитата из выступлений профессора Машкина. «Мы должны быть бдительны в отношении наших изданий. Я должен рассказать о том факте, который у нас произошел в редакции Вестника Древней Истории. Мне, как члену редакционной коллегии, пришлось заниматься редактированием номера. Я был болен. Мне принесли одну из статей для правки домой. Это была статья относительно боспортских монет, статья нумизматическая, сухая. Но когда я развернул ее, то увидел, что на отпечатках монет изображено пять или шесть свастик. Я немедленно позвонил по телефону о том, чтобы задержать статью, но встретил всякие отговорки. Пришлось провести административный нажим, чтобы быстро ликвидировать это дело. Но что страшно? Страшно то, что младшие научные работники сектора не осознавали политической важности допущенной ошибки. Одни говорили, что принимали статью не они. Другие говорили, что не знают, кто и как сдавал в набор и так далее. Я не буду говорить о том, каков был бы эффект, если бы этот номер вышел в таком издании. В общем, тут интересна реакция сотрудников сектора, которые не хотели снимать иллюстрации к научной статье, потому что у свастики это солярный символ, он часто бывает на монетах, ничего особенного. И не хотели поддаваться этой бдительности, но нажим сверху. Ну, достаточно мягкий, потому что Маш не был то, что называется зверем, был человеком довольно мягким. Но были разные люди, и вот выступление, ну, такого, ну, товарища Антонова, ну, он, наверное, специалист или по советской истории, или по истории партии. Вот оно более проникновенное, я бы сказал. Буржуазные космополиты — это агенты американского империализма. Не только идейно, но часть из них организационно связаны со своими хозяевами, что подтверждается фактами изъятия отдельных представителей буржуазного космополитизма органами государственной безопасности. Ну, это уже, как вы понимаете, угроза. Ну, понимаете, ну, тут тоже, значит, он, вот этот Антонов, ну, как бы мы сейчас сказали, наехал на Рубинштейна, ну, известного историографа. А Рубинштейн обратился в комиссию, и, ну, комиссия уже где-то, ну, через месяц рассмотрела это дело, и вот вынесла такое на постановление. В заключение комиссии от 18 апреля 1949 года. Комиссия не входит в обсуждение вопроса о достоинствах и недостатках монографии Рубинштейна. Выполняя свою задачу, комиссия считает необходимым сделать следующий вывод. Обвинения Рубинштейна в буржуазном космополитизме, протаскивании вредных идей и служении американскому империализму, являются необоснованными и не подтверждены фактами. Ну, основной удар был направлен на так называемую группу Минца-Разгона, то есть это историки, ну, советской эпохи, о Минце мы упоминали. Они вполне такие были, ну, советские люди, но, значит, попали под раздел, значит, и вот под раздачу. И вот что говорилось в докладе Ученко о группе Минца-Разгуна. Группа Минца-Разгона опиралась на следующее положение. Пусть лучше нас подвергают критики за то, что мы не сделали в срок той или иной работы, за то, что мы в конце концов бездельничали. Это все-таки менее опасно, чем если мы будем подвергаться критике за то, что мы сделаем. Я не знаю, насколько последовательно и сознательно эта линия проводилась, но если посмотреть прожектерские планы, заявленные Минцем и Разгоном, и выполнение этих планов, то этот вывод напрашивается сам собою. Ну, тут говорилось, что они не выполнили работу. Вместо 114 листов печатной продукции, ну, это речь о авторских листах, выдали 3,5, что на них потрачены народные деньги, 200 тысяч рублей, а академик Минц получает 60 тысяч ежегодно как академик. Но это очень-то зря сказал, потому что он потом подавал на член-корреспондента его прокатили. Но, насколько я понимаю, это-то обвинение как раз не в каких-то там идеологических перекосах, а именно в том, что люди бездействовали, боялись, чтобы их не наказали за неправильную идеологию. Вот это то, что было в 37-м году примерно, это реакция, и в сущности это очень мягкая позиция. То есть, а мы можем это возвести, так сказать, в систему? То есть, действительно, был такой ответ со стороны ученых, что они просто в какой-то момент притормозили работу, чтобы, не дай бог, не попасть под раздачу? Или это конкретно... Ну, могло быть, и вообще, и поведение вот этого ученых, оно, ну, типично для советского времени, и, возможно, даже, ну, по наследству мы, ну, какие-то детали имеем и сейчас. Вот смотрите, мы так достаточно абстрактно много поговорили о том, как бичевали космополитизм, говорили о том, что это, в общем, интернационализация науки, это такая шпионская идея для того, чтобы все вот тут обменивались своими достижениями. Давайте перейдем вот к конкретнике, потому что есть конкретные люди, которые пострадали, и, мне кажется, все-таки должны быть конкретные какие-то тексты, которые пострадали, какие-то идеи, которые хотели изложить ученые, но не смогли изложить благодаря этой борьбе. А вот есть у нас такая фигура, известный ученый Соломон Яковлевич Лурье, который пострадал. А как все это происходило и чем ему помешала вот эта борьба с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом? Ну, Соломон Яковлевич Лурье – это, ну, крупнейший ленинградский антиковед, вообще, ну, советский ученый, специалист в области греческой истории, философии. Он к концу жизни издал фрагменты из «Демокрита», и оксфордские профессора изучали русский, чтобы начитать его работы. Это очень крупный ученый. Значит, он был профессором, он публиковался. Вот в 1947 году выходит его книга «Геродот», но после начала борьбы с космополитизмом он замолчал, потому что его статьи не публиковались, не вышла до конца его история Греции, не вышли статьи «Вестники древней истории», не вышло его воздражение статье Струва и вот, ну, теории Жибелева о революции, о восстании Совмака, ну, таком, ну, придуманном, ну, восстании в Воспорском царстве. Все это не выходило, и, понимаете, страх делать что-то такое научное, страх, ну, заниматься настоящей наукой, он поселился в научном сообществе. Ну, нельзя сказать, что вот Лурие пострадал сильно, но компании послевоенные, они были менее кровавыми, чем, естественно, 1937-38 год, эпоха Большого Торора. Но они оставили неизгладимое впечатление из-за этих обвинений идеологических компаний. Это была очень жуткая атмосфера, которую, наверное, мы не можем понять, потому что ты обязан был сидеть на собрании, где... А есть какие-то конкретные мысли, за которые Лурие, вот, собственно, прилетело по шапке, говорят? Ну, он был ученым, он публиковался на Западе, что было уже, как бы, запрещено и считалось плохо. Он, вообще-то, он подходил, потому что в его, ну, популярных книгах он упоминал слово «космополит» в очень положительном контексте, и поскольку, ну, компания, ну, «космополит» — это гражданин мира, то есть ничего такого нет, и, значит, он был по стилю даже ученым не совсем советским. В общем, это, ну, это очевидно. Но в это время, вот, несмотря на эти все компании, ужас, страх этих компаний, ученое сообщество как бы внутри вырабатывает какие-то правила игры. И ученые не исчезают навсегда в лагерях чаще всего, а вытесняются на периферию. Их увольняют с работы в Москве-Ленинграде, они переезжают куда-то или теряют работы. И официального запрета на профессию, вот так называемых, профилактируемых, как в Андроповско-Брежневское время, этого не было. Но специалистов не хватало. Вот если ты плохой, космополит, низкопоклонник, ну, ты можешь послужить в стране где-нибудь в Сталинобаде, нынешней Фрунзе, или Молотове, нынешнее Пермя. Понимаете, да? Ну, то есть вот... А вот все-таки за что, мне интересно, за что наказывали-то? А просто за то, что ты смел публиковаться где-то на Западе? Просто за то, что ты использовал какие-то иностранные историографии? Или, предположим, да, там какие вопросы были самые такие активно разрабатываемые в это время? Рабство или еще нет? Сельское хозяйство, предположим. И ты там что-то высказывался не в духе формулированного подхода. Ну, как говорилось в анекдоте, бьют по морде, а не по паспорту, на личности переходила, а не за научные труды прежде. А, то есть вообще это была, грубо говоря, ненаучная проблема, да? Да, в общем-то я не считаю, что это была именно научная проблема, потому что ты мог писать там лучше, хуже, но тебе могло попасть все равно, даже ты, если Минц был абсолютно идейным человеком, абсолютно идейным. Но просто вот с фамилией не повезло и с именем отчеством. Вот, ну, конечно, могло попасть вот как Пунину, второго мужа Анны Ахматовой. Он там, ну, пытался выступать, ну, защищать, бороться. Ну, вот его посадили, он умер в лагере. По-разному могло быть, но, в общем, это была такая личная компания. Не очень интересовались текстами, но люди боялись уже писать что-то. И это, наука, вещь очень тонкая, понимаете? И несмотря на то, на жуткие репрессии, на Большой Таро 37-38 года, выходят книги очень неплохие, свежие. Вот та история культуры, ну, 41-го года, о которой я говорил, она не вышла, остался макет, но она вот сейчас вышла в интернете. А вот уже всеобщая история, ну, которая, всемирная история, вот эти зеленые тома знаменитые, она начинает выходить в 55-м, но в существе была подготовлена вот в это время. Ну, она такая уже сильно выхолоченная, понимаете? Хотя довольно фундаментальная, вот, мне кажется, так. А что касается Лурье, вот, ну, пожалуйста, ну, примеры, как ругали Лурье, выступление такого научного сотрудника ЛОИИ, Ленинградского отделения Института истории, Манькова, который сам в 30-х годах пострадал за кулацкое происхождение, и в своих мемуарах вот писал, ну, какой он несчастный, ну, это да, ну, вот, ну, то, что он говорил по поводу Лурье. — Космополитизм, ярко выраженный, воинствующий космополитизм профессора Лурье, заключается в таких моментах. В упорном протаскивании идей так называемой единой мировой науки, в отрицании освободительных войн и идеи патриотизма в древности, в игнорировании русской и, в особенности, советской науки в области древней истории, в беспринципном присмыкательстве перед западноевропейской наукой. — Ну, вот смотрите, здесь я уже, ну, что называется, содержательные претензии. — Есть и содержательные. — В отрицании освободительных войн и идеи патриотизма в древности. Вот, это уже как бы по сути, что называется. — Да, потому что Лурье не считал греко-персидские войны освободительными, и, значит, вот, за это получил. Но, понимаете, он бы не за это получил бы за что другое. — Соответственно, сейчас, секунду, я так понимаю, что восстание совмакат как раз было придумано для усиления вот этой вот классовой борьбы в древнем обществе. А Лурье был против этого? — Ну, да, он старался об этом не писать всякие, ну, поскольку он не против был моих классовой борьбы, но он против был лженауки. — Против придумывания дополнительных примеров, которых не было. — Восстание, ну, он же выступил, значит, на сессии в Крыму, в Симферополе, по-моему, в 49-м году и в 48-м, нет, в 47-м, кажется, по поводу этого восстания, и сказал, что это неправильно прочитанный греческий текст. Думаю, что специально неправильно прочитано академикам Жабелёвым, чтобы отвести от себя удар на его. Он же был замешан в академическом деле, его преследовали. — Я к чему клоню-то, простите, я всё-таки додавлю эту тему. Просто я пытаюсь понять, происходило ли, простите меня вот это вот словосочетание, переписывание истории в угоду идеологии в этот момент? — Да, происходило. — То есть вот именно благодаря вот этому, что они задавили всех, кто там против, и подгоняли, что называется, исторические факты под советскую идеологию. — Да, приличные люди уходили или вот в публикации источников, как Дьяконов, знаменитый востоковед Игорь Михайлович Дьяконов, он в вестнике древней истории публикует восточные тексты, переводы, комментарии. Или вот, ну, как-то это, старались. И, конечно, давила проблематика, потому что тот самый соццек, ну, социально-экономический, он, конечно, преобладал, но это не самое страшное, потому что и соццеком можно заниматься. Это не самое страшное. А вот как я хочу продолжить по Лурье, по поводу его книги о Геродоте, вот как в передовой статье «Вестника древней истории», ну, первый номер 1948 года, ну, говорилось об этой книге. Вся работа изобилует многочисленными, большей частью немотивированными ссылками на иностранные работы о Геродоте. А в указанной автором библиографии приводится только девять русских работ рядом с огромным, растянувшимся на три страницы списком иностранной литературы, которые автор так охотно отсылает своих читателей. Неужели у советского ученого, каким является Соломон Яковлевич Лурье, не хватило русских слов для характеристики известного историка древности, и он был вынужден прибегнуть к переводу с немецкого. Причем, насколько я понимаю, тут как бы объективная ситуация. Действительно, западных работ больше по Геродоту, но в угоду идеологии надо было сделать так, чтобы советских было больше. Откуда их взять было, Лурье не спрашивается. Да, конечно, что, значит, советские. С тех пор начинаются так называемые ругательные рецензии на иностранные работы в «Вестнике древней истории» и в других жуналах, но обязательно нужно было обругать. Потом переворачивается, значит, раньше, по-моему, писали список библиографии, начинался с работ латиницей, потом кириллицей. Но с этого времени сначала кириллицей, потом латиницей. Кстати, да, сейчас в основном. Да, конечно. Такая оттуда традиция пришла. Вот, это оттуда. Мы многое это, кстати, оттуда взяли. Вот, потом там специально, значит, обзор литературы идет русская, советская, стран народной демократии и потом уже кап страну. То есть вот такое рейтингование идет. Вот. И вот так обвиняли. Но при этом вот это жуткое передавица против низкопоклонства перед иностранщиной, вот, ну, ВДИ-48 номер один. Но при этом, если открыть тот номер, то там большинство работ совершенно научные с массой сносов. Есть еще журнальный цикл. Значит, это проявилось позже, об этом я скажу. Но сначала закончим о Лурье. Вот историю с Соломоном Лурье. Значит, есть его интересное письмо. Его ученицы Миллиор из Одессы. Он был вынужден, его уволили. Но он уже был пенсионером. Он был такой лет 60. И он уезжает в Одессу. В Одессу, потом во Львов. И там заведует кафедром, был профессором, поскольку специалистов не хватало. Вот он пишет своей ученице письмо из Одессы 22 декабря 1951 года. Веду я также научную работу. Пишу большую монографию о неизменяемых словах в роли сказуемого в индоевропейских языках. Работа эта очень интересная и захватывающая, и я над ней сижу дни и ночи. Но, разумеется, несмотря на то, что в Одессе по вопросам языка лучшая библиотека в Союзе после Ленинграда, Москвы и Львова, я не мог бы ее вести, если бы не ездил четыре раза в год в Ленинград. У меня все благополучно. Летом был в Крыму. Несмотря на полное служебное и бытовое благополучие, меня, естественно, опять тянет в Ленинград, к сыну и внуку. Я могу перейти на пенсию и спокойно жить и научно работать, но я не могу позволить себе такой роскоши, пока сын безработный. Понимаете, вот, то есть уже, ну, появился, ну, такой способ вытеснения на периферию. В общем, это было довольно благополучно для ученых, поскольку тогда были научные пенсии, и он получал свои, ну, 1600 рублей научной пенсии без всяких вычетов. Это большая сумма. А какая средняя зарплата была? 800. 800 рублей. Для совслужащего. Рабочие могли 400 и 500 получить. Ага, а тут пенсия 1600. Да, но ему было мало, потому что нужно было и сына выгнать с работы. Ему нужно было содержать семью сына. Вот, и поэтому он, вот, пишет, что он работал, ну, профессором в Одессе. Но, конечно, это ущерб для науки очень большой, потому что Лурье замолчал до 54-55 года, ничего не публиковалось. То есть до смерти Сталина. До смерти Сталина, да, да, до смерти Сталина. Вот, значит, он, даже вестник древней истории, ну, которая активно публиковала его до этого, ну, хотя критиковал в 48-м году, все, запрещены, запрещены, ну, публикации. Вот, и, значит, нужно еще понимать, что эти прорабочные компании, вот, это действительно было ритуальное поведение, что и историки, и их начальство все понимали про это. Но так было нужно. Есть прекрасный момент из воспоминаний ленинградского историка Ганеллина. О его телефонном разговоре с Дементьевым, такой важный, такой научно-партийный чин был тогда в Ленинграде. Впоследствии он был замом Твардовского в Новом мире. Ну, понимаете, люди приспосабливаются. Вот, ну, пожалуйста. Помню, что, предложив Дементьеву по телефону рецензию на книжку о кровавом американском империализме для звезды, я услышал в ответ его обычное оконье. И очень кровавый. Восемь страниц ко вторнику попрошу. Понимаете, да? То есть все все понимают, но одному нужно начитаться статьей, а другому нужно элементарно заработать. Вот и все. А вот смотрите, на внутреннее содержание это как-то влияло. Ну, то есть понятно, да, что мы можем написать отрицательную рецензию, разгромную рецензию. На там появившуюся новую западную работу. Но при этом их читали, их вводили в научный наш оборот, их учитывали при написании новых статей. Вы знаете, да, это все-таки как-то вводилось в научный оборот, но, понимаете, ну, тогда же был уже допуск к книгам. Мы об этом говорили, что, так сказать, не все так просто. И главное, ссылаться было нельзя. И вот самое страшное... Но можно же прочитать, сделать выводы, усвоить в своей работе, использовать, но просто не сопоставить снос. Да, и это привело к культуре плагиата, в том числе. Впервые в советской науке. Ну, впервые в советской науке. То есть прям драли куски оттуда, что ли, без сноса? Да, да, да. Ну, это как бы обоснованный плагиат, если нельзя ссылаться. Я не знаю, но это, вы знаете, это плохая тенденция. Я сейчас к чему веду? Стала ли в тот момент советская историческая наука, скажем так, провинциальной, мелкой по сравнению с общеисторической наукой? То есть ушла ли она вот в изоляционизм? А сохранялась ли она в тренде вот этого всего процесса, который, ну, естественно, нельзя из него выпадать? Вот давайте, значит, Вестник древней истории, 1949, номер один. Прошел год со времени публикации передовицы, клеймящее низкопоклонство перед иностранщиной. И результаты. Раздел критики и библиографии сократился до 23 страниц. В нем упоминается исключительно работы советских авторов. Значит, практически исчезают ссылки на труды иностранных исследователей. Ссылки на источники и античные, и восточные остаются. Вот количество ссылок на труды зарубежных авторов по статьям этого номера, по фамилиям авторов. Головной раздел. Но по сути-то все равно использовалась там иностранная литература, то, о чем мы говорили. А как они могли не использовать? Понимаете, они использовали. Но этот тенденции ведет к катастрофе, к провинциализации науки, как вы понимаете. И если бы не смерть Сталина, то последствия были бы гораздо более тяжелыми и быстрыми. А уровень успел упасть за это время, за эти годы? Ну, за это время древняя история не очень характерна, потому что многие талантливые люди, как, например, Диригенский, но который стал впоследствии знаменитым социологом, они начинали в древней истории, это как воспринималось, как убежище. Да, мы об этом много раз говорили. Мене опасно. Но еще и, ну, понимаете, там, что повлияло еще знаменитый закон 1947 года о секретности. Вот после дела КР был принят новое постановление о секретности. И это привело к очень интересным последствиям, то есть трагическим последствиям. Ученые не могли работать, потому что, а как же они будут критиковать даже англо-американских буржуазных плохих ученых, но для этого нужно на них нассылаться. А они в секретном фоне. И тут некоторые, ну, противоречия, и это вылилось в такое. Там очень документы интересные, архивы РИСО, редакционно-издаческого совета Академии наук, там, или там, ну, по отделе, редакционно-издаческого отдела. Вот. И они в основном уничтожены. Там штампик стоит уничтожен. Но вот один, ну, у нас же бардак, но все-таки один остался за, ну, 50-й год. Пожалуйста, значит, ну, выполнение планового задания по публикациям, по отделениям, ну, Академия наук, отделениям Академии наук СССР, это издательство на Академии наук отчитывания. Пожалуйста. По отделению физико-математических наук 164%, химических наук 161%, геолого-географических наук 129%, биологических наук 112%, технических наук 112%, истории и философии 95%, литература и языка 59%, экономики и права 32,2%. Ну, это то, о чем мы начали говорить, да, что историки просто замолчали, да, и они перестали выполнять планы, лишнего не напишут, чтобы не попасть в дорогу. Ну, во-первых, лишнего не напишут, ну, во-вторых, то, что они сдали даже, нужно срочно переделывать, перередактировать, понимаете, потому что новое постановление. А там еще добавилось, с одной стороны, с 51-го, 52-го года некоторые облегчения, все поняли, что это так нельзя. А с другой стороны, письмо Сталина против моризма в науке, оно несло некоторое, ну, оживление, но об этом, ну, это отдельное, значит, это, ну, это отдельное, ну, это отдельная тема, в сущности. Вот, ну, тут очень, ну, интересно, как историки, ну, обсуждали, вот, как выйти, ну, из этого положения, что нужно издавать книги, писать книги, а, ну, ссылаться нельзя ни на какую иностранную литературу, вся она, ну, секретно. Вот это, ну, обсуждение в редакционно-издательском отделе от, ну, 16-го августа 51-го года. Председатель предлагает приложить к рукописи справку о том, что он, автор, несет полную ответственность за сохранение государственной тайны, за приводимые в рукописи фактические данные, цитаты, библиографические указания. То есть, вот такая началась все-таки пляска. Причем, я вот хочу здесь, чтобы, да, вы выразили свою позицию. Насколько я понимаю, ваше точка зрения, что все вот это, все это давление сверху, оно приводило к тому, что ученые начинали исполнять ритуал. Да. То есть, ритуально отнекиваться от, ну, все, что там было модно, скажем так, в идеологическом фронте. Но при этом это не страдало, ну, качество науки, не страдало качество публикаций. Но, насколько я понимаю, это не единственная точка зрения в современной науке. И вот у нас через неделю, ой, через неделю, 7 октября, через две недели, состоится уникальная, я считаю, такая программа, где, причем Сергей Георгиевич сам пригласил своего оппонента, который придерживается другой точки зрения. Вот расскажите немножко об этом. Все это состоится в рамках конференции советской древности, которая пройдет в Москве 6-7 октября. в Институте всеобщей истории и в РГГУ вот будет такая радиодискуссия. Ну, в прямом эфире с омским исследователем Сергеем Борисовичем Крихом мы будем спорить о достижениях и потерях, ну, которые понесла наука в Сталинский период. И почему я называю этот эфир уникальным? Потому что, по большому счету, у нас здесь, вот в эфире, в студии, будет как раз нормальная настоящая научная дискуссия. — Не ток-шоу. — Не ток-шоу, да. И мы, собственно, сможем приобщиться к научному процессу, который сейчас прямо на наших глазах происходит в стране. Мне кажется, пропускать этого нельзя. Напоминаю, что это будет 7 октября в программе «Родина слонов» в 12.00. А сама конференция пройдет 6 и 7 октября. Вот. Спасибо вам огромное. Было очень интересно. Это была программа «Родина слонов». Сегодня в гостях у нас был Сергей Георгиевич Карпык и Анна Иванова. Вот. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующую субботу. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова